24 февраля в зале заседания районной администрации прошла 21-я сессия Совета муниципального образования Северский район. В работе сессии приняли участие прокурор Денис Жуков, заместители главы района, руководители управления и служб. Председатель контрольно-счётной палаты Сергей Федин подробно рассказал собравшимся о работе в 2021 году. Устранены выявленные нарушения и недостатки, которые были на сумму 318 миллионов 693 тысячи рублей, что составляет 42,7% от выявленных нарушений и недостатков, в том числе по нарушению по учёту, отчётности это составляет 14%. Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом из общей суммы 5,7% из них финансового характера на сумму 77 миллионов 494 тысячи рублей. Депутаты внесли изменения в структуру администрации. Необходимо передать подчинение главе муниципального образования Северский район структурное подразделение по юридическому сопровождению деятельности администрации, то есть правовое управление. Второе, необходимо создать новое структурное подразделение управления муниципального контроля и передать его в подчинение первому заместителю главы муниципального образования Северский район. Одобрен перечень свободных земельных участков для многодетных семей. Прокурор Денис Жуков поднял вопрос о выдаче участка в зоне подтопления и поинтересовался, как такое могло произойти. Как можно было там формировать земельные участки, если все прекрасно знали, что там зона подтопления. Данный вопрос стоит на постоянном контроле как у районной администрации, так и у прокуратуры. Кроме этого, районный совет утвердил изменения в местный бюджет, генеральный план Азовского сельского поселения и победителей конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Ранее запланированный отчет начальника МВД по Северскому району был перенесен на следующую сессию.